В Бердске очень остро стоит проблема совершения хищений в сфере IT-технологий. В первую очередь это хищение средств со счетов граждан с использованием банковских карт. За истекшие 9 месяцев на территории города Бердска зарегистрировано 186 подобных преступных посягательств. В суд направлено 27 уголовных дел, по которым виновные лица были установлены. Прирост совершенных преступлений относительно прошлого года составил в два раза. Не менее остро стоит проблема и различного рода мошенничеств при совершении покупок на торговых интернет-площадках. Чаще всего граждане, пытаясь купить какой-либо товар по цене ниже рыночной, становятся жертвами злоумышленников. По итогам 9 месяцев зарегистрировано 155 противоправных деяний. Прирост составил более чем в три раза по отношению к прошлому году. В суд направлено 4 преступления, виновные лица по которым установлено. Ни в коем случае не сообщать конфиденциальную информацию. Это фамилия, имя владельца банковской карты, срок действия банковской карты и ЦВИ-код, который расположен на обороте банковской карты. В последнее время на территории Бердска участились случаи совершения мошенничества в отношении пожилых и престарелых. Речь идет о приобретении различных товаров, способствующих, по мнению продавцов, существенно улучшить состояние здоровья граждан. Как правило, данные предметы имеют завышенную в несколько раз стоимость, ну и по сути своей не несут никакой пользы для того человека, который их приобретает. Именно с таким предложением обратились к берчанке Марии Зазулиной. Назвать представившихся злоумышленниками мы пока не можем, но что-то нашу героиню все же насторожило. На какие только ухищрения не идут мошенники, чтобы завладеть денежными средствами доверчивых граждан. И чаще всего страдают люди старшего возраста. Жертвами подобных преступников и стал инвалид первой группы Иван Бахтуров, о котором корреспонденты ТВК рассказывали в прошлых выпусках новостей. Я подошел, спрашиваю, кто. Мы проверяем, отопление ходим по вашему дому, и у вас нужно проверить, нет ли утечки. После ухода псевдосотрудника КБУ хозяин квартиры недосчитался 95 тысяч рублей. Самым популярным видом подобных преступлений остаются телефоны и мошенничество. Например, злоумышленник звонил пенсионерам и сообщал, что их дети, внуки попали в аварию. Представляясь сотрудником полиции, мужчина предлагал урегулировать неприятности за определенную сумму. Александр Николаевич, господи, вы не переживайте. Желая облегчить его участь, люди снимают последние сбережения, достают по 200, по 300, иногда по 400 тысяч из кармана и отдают преступникам денежные средства. В последствии преступники растворяются, а как правило, после того, как отдали денежные средства, у нас люди только после этого решают сделать звонок на сотовый телефон своим родственникам и узнают, что оказывается их обманули. То есть хочется тоже предостеречь граждан подобных факторов, что нужно быть внимательнее и прежде чем даже своим родственникам, которым, как вам показалось, попали в беду, пересылать какие-то денежные средства, либо передавать каким-то незнакомым людям для своих родственников, в первую очередь позвонить своим родственникам. Преступники, которые так или иначе хотят завладеть денежными средствами граждан, каждый раз изобретают новые виды мошенничества. Но от бдительности каждого гражданина зависит, удастся ли злоумышленникам совершить его злостные деяния. Если вы уже стали жертвой мошенника, главное правило – незамедлительно обратиться в полицию, ведь по горячим следам такие преступления раскрываются чаще всего.